Почему меня вызывал участковый? Значит так, Васильчук написал, что на данном мероприятии присутствовала гражданка Шевченко, которая шла получать награждение в то время, когда она шла за грамотой, неадекватная активистка Будна Талья вложила ей в руки сверток. И таким образом гражданка Шевченко, опасаясь за свою жизнь, так отреагировала. Я была очень удивлена, поражена и, естественно, сказала, что в этом обвинении нет ни капли правды. И с моих слов мы записали с участковым, как все было на самом деле. То есть было достаточно на данном мероприятии журналистов-фотографов, то есть огромное количество видео, фото, где видно, что гражданка Шевченко первая нападает, рвет плакат, провоцирует скандал, впоследствии она же нападает. И якобы чем заканчивается это заявление главы этого ветеранской организации Васильчука, что прошу вас, то есть участкового или правоохранительные органы, огородить нас от этих неадекватных активистов, ветеранов, граждан. То есть как бы они еще посчитали, что они в этой ситуации пострадали. Для детей это реально под шок. Просто такого они никогда не видели, такой войны, нападения, такой войны, такой агрессии. Для детей это была очень большая травма психологическая. И сейчас они вот, когда мы поднялись в суд, увидели ее сидящей, дети меня дергают за руки и говорят, это она, это она, это женщина. Мы планируем, да, вот гражданский иск подавать, так что все это как бы в будущем. Пока что хотя бы это первое заседание, что и так. Больше всего удивляет, что да, как бы гражданка Шевченко говорит о том, что она очень сильно боялась, испугалась, но тем не менее нападала. И никакого сожаления, раскаяния, не после нападения сразу, не в процессе вот этого всего следствия, которое длилось два месяца. То есть человек ни разу не извинился и не поинтересовался здоровьем ни моим, ни моих детей. Субтитры сделал DimaTorzok